всем здравствуйте сегодня в нашем видео будет обзор посылки из интернет-магазина из мира ссылочку обязательно оставим в описании на этот магазин пришла посылка это огромный мешок и все ткани сегодня мы будем с вами рассматривать трикотажное полотно первое которое вам показываю тоненькая то есть это не толстая такая ткань она не будет носкового движения но при этом ткань довольно таки плотная то есть это осень это зима и я думаю что она будет даже тепленькая потому что вот так вот я прикасаюсь уже согревает вот ее лицевая сторона вот такая вот изнаночная сторона при пошиве изделия можно использовать и изнаночную сторону для отделки то есть можно обыграть лицо и изнанку ткань я вам не сказала что эластичная то есть трикотажное полотно и вот она такая вот тянется можно шить с нее и платье можно пошить и юбку можно пошить и какую-то кофточку полувер следующая ткань это тоже трикотажное полотно тоже ткань имеет свойство такое как бы растяжимости вот показываем она тянется но при этом видите какая здесь интересная полоска прекрасно подойдет и на жакет на юбку на костюм и при этом будет очень удобно в носке потому что ткань не будет абсолютно сковывать наших движений так как имеет вот такой вот растяжимость вот ее изнаночка вот такая вот это ткани сейчас я вам покажу у них одинаковая фактура то есть это тоже ввязаная полотно но при этом она не толстая еще одна очень интересная и ткань интересная print интересный тоже такая же фактура вот изнаночная сторона вот лицевая сторона также растягивается но вот здесь это растяжимость больше вот если мы возьмем сравним все три ткани то растяжимость полоски и вот это вот третье ткани которая говорит трикотажное полотно она но идентична а первая была умение такая вот эластичная прекрасно из этой ткани тоже можно пошить и кардиган можно пошить юбку вот к этой юбке прекрасно подойдет допустим взяли сделали бордовый свитерочек беленький свитерочек черненький блузочку и будет смотреться уже очень интересно ткань как вы видите сама по себе прекрасно прекрасно ложится можно пошить как юбку допустим пришел на ю так можно пошить и юбочку прямую следующая тоже вязаное полотно просто шикарная почему шикарная сейчас покажу двусторонняя вязка здесь такой серенький цвет мышиный очень приятный вторая сторона нежно-нежно розовая можно прекрасно сочетать будет очень красиво смотреться можно использовать как серую ткань и сделать изделие из этой стороны с одной из другой то есть она идет двусторонняя здесь нет лица нет изнанки ткань очень эластичная трикотаж то мне говорят трикотаж это не ткань ну я понимаю но все равно мы заходим в магазин тканей там продаются трикотажное полотно поэтому я так и говорю вот смотрите гольфик свитерочек прекрасно будет садиться для тех у кого идеальные фигурки можно пошить такое платье в обтяжку футлярчик будет просто шикарно ну и конечно же можно вот смотрите юбочку пошили вот так вот пошили гольфик свитерочек уже будет хорошо еще одно такое вязаное полотно накладываю видите так на розовый оттенок и вам видно что здесь имеются такие вот отверстия маленькие поблескивает ткань темно-синего цвета и поблескивает здесь но есть какая-то такая люрексовая нитка и это нить она тоже такого же синего цвета она как бы так мерцает изнутри следующая ткань это подкладочная ну это трикотаж подкладочный довольно эластичный тоненький очень хорошо будет если мы будем применять такую ткань при пошиве платьев юбок будет очень удобно если мы шьем допустим изделие из эластичной ткани то естественно нам при выборе подкладки желательно выбрать и такую же подкладку чтобы они были вместе вместе и растяжимость должна быть одинакая и фактура более-менее будет одинаково поэтому есть много выбор подкладочных тканей там так трикотаж алекс он идет плотнее чем джерси или джексе он такой знаете у него у этого полотна и есть как свойство утяжки то есть вот она растягивается но при этом она как бы назад возвращается более вот эластична если взять сравнить джерси то она так растягивается а здесь вот именно вот такая вот утяжка будет хорошо очень на брюки вот я с подобной ткани брюки уже шила для себя и заказала хочу еще раз пошить почему потому что идет очень хорошая посадка очень комфортно очень удобно потому что растяжимость идет и под поперечной и растяжимость идет и под левой поэтому когда мы одеваем нам тоже очень удобно мы допустим работаем для работы отлично вообще не сковывает никак движение нигде ничего не мешает и вот джерси такого черного цвета и к этой же ткани я взяла но не знаю буду зачитать не буду посмотрю возможно это будет тоже у меня какое-то изделие вместе вот тоже трикотаж алекс тоже такой же растяжимость идет очень хороший но идет действительно такой очень очень классный на брюки вообще идеально на жакеты тоже прекрасно подойдет можно сшить вот костюмчик ну вот здесь вот пока я не убираю вот так вот положу я заказала еще вот такую вот ленту она пойдет либо на эту ткань либо ее можно использовать и применить и к другим тканям лента тоже вот такая вот эластичная она тоже тянется имеет растяжимость и заказала кольж мы так такой светленькая рассматриваем то конечно уже лучше вот здесь вот такое хлопковая кружева очень интересная вот вот рассмотрели вот такая вот как вельсов то на замечательная вещь можно шить лосины можно шить спортивные брюки можно шить кофты какие-то свитера и так далее и будет просто замечательно для зимы следующая ткань наш в которую мы будем рассматривать это тоже вязаное полотно и я заказывала его ну смотрите растяжимость просто просто великолепная в разных оттенках есть и на свитер на гольфик очень-очень будет прекрасная такая посадка потому что она настолько мягкая вот смотрите она мягусенькая мягусенькая прям вот так вот великолепно великолепно ну вот я из этой ткани как бы когда я заказывала то я планировала мужу пошить джемпер ну посмотрим вот изнанка следующая я видите трикотаж трикотаж а вот следующая ткань это ангора она может тоже использоваться двусторонним мы можем использовать и одну и вторую сторону обыграть потому что вот ее изнанка вот ее лицо ну можем использовать и эту сторону как лицевую с изнаночной стороны она имеет такую как маленький маленький такой начосик мелкий очень очень мягкая и теплая это именно теплая теплая ткань из такой ткани вот из этой что я вам говорила можно делать как и манжет даже вполне если по цвету будет сочетаться вполне подойдет на манжеты ангора как фирме служебный роман в жутких розочках но розочки здесь конечно же не жуткие они красивые очень красивый принт цвет самой ткани он идет здесь сочетание серого сочетание пудрового нежно 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 какого-то дымчатого и розочки тоже очень такие я не знаю насколько передает камера конечно все ну это будет платье нарядное красивое платье пишите что вы видите из какой ткани что можно пошить мне тоже очень интересно еще одна ангора в таких листочках папоротника здесь сочетание ну вот это пудровый цвет таким розоватым оттенком также здесь идут какие-то такие синие фиолетовые оттенки теплая коричневая вот такая вот очень интересная как бы фактура рисунка не фактура а принт ну действительно осенние вот осенние очень 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 мне нравится я думаю что тоже будет прекрасно смотреться в платье вот таких цветных принтов я имею ввиду что с цветами с рисунками вот заказала я еще один вариант бледный бледно нежно-серый да тон это основной и вот идут здесь проблески такого беленького листочки ну это уже такая осенняя тематика все здесь листики так как мы сейчас видим эти краски и если мы смотрим на улице на деревья там идут и оранжевые и красные тона и розовые и зеленые все все здесь вот это действительно такая ткань ну передает осень по изнанке то все эти три ткани с изнаночной стороны вот я имею ввиду цветные принты я вам их тоже показываю здесь они в белом цвете ну конечно мы видим и рисунок он просматривается немножечко следующая ткань это такая как чайная роза а ну можно сказать что это бархат либо велюр но он идет по типу вельвета потому что он имеет вот такие вот прожилочки и там просматривается люрексовая ниточка она так поблескивает я не могу сказать что прямо на сильно сильно так явно выражена ну легкий такой легкий легкий блеск все-таки передается как видите будет прекрасно драпироваться хорошо вот так вот она ложится можно сделать вот смотрите прекрасного так вот складочки выложили отлично видите все падает все замечательно подобная ткань у меня уже была вот еще один такой велюр в виде вельвета здесь тоже давайте посмотрим поближе но по качеству эти ткани отличаются вот здесь вот можно сказать что она на ощупь с изнаночной стороны особенно она идет как хлопковая здесь вот более она такая мягкая ткань хорошо тянется и в одну и другую сторону из такой ткани кто помнит я себе сшила брюки и бомбер и использовала еще ткань я хотела так быстро рассказать гипер реснички тоже были такого зеленого цвета и мы сочетали и еще два велюра этот велюр прекрасно подойдет для пошива костюмов спортивных спортивной одежды для дома очень очень приятный тоже показываем изнаночную сторону сторону фактура здесь очень такая вот нежная бархатистая сама ткань сам ворс он такой не длинный он коротенький но очень очень приятный имеет растяжимость как по долевой так и по поперечной тянется прекрасно вот спортивные костюмы осень замечательные будут халат домашний тоже прекрасно и еще вот такая выйти в зависимости от того как мы поворачиваем ткани то имеет особенность с ворсом если мы возьмем ткань перевернем сейчас я ее вот так вот то будет совершенно другой оттенок ткани будет немножко видите отличаться этот как светлее смотрится это как немножко темнее зависимости от направления ворса и меняется и цвет вот такие вот замечательные ткани мы получили спасибо магазину из мира все расцветки прекрасные ткани прекрасные очень довольна и пишите пожалуйста ваши пожелания чтобы вы хотели чтобы мы пошли и посмотрели вместе с вами всем удачи всем пока